Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привезли меня закутанным в одеяло на самолете в минус 40 Поэтому с детства начал понимать северную жизнь А как я понимаю, школу вы окончили в Губкинском Хотелось бы узнать, как вы учились? Какая школа? Я учился в шестой школе Учился как обыкновенный школьник Не отличник, не троечник Хорошист Средний хорошист, да Все понимал, что говорили мне А высшее образование где получали и какой факультет? Высшее образование получал в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете У меня два высших образования Факультет Теплогазоснабжения и вентиляция Первая специальность Вторая специальность Экономика и управление на предприятии Если бы была возможность получить третья Какую профессию бы выбрали? Я бы, мне кажется, попробовал бы себя в какой-нибудь химии Химии? Да А в школе какой предмет нравился? Честно говоря, мне все предметы были по одному уровню Один из ваших факультетов экономический Почему вы выбрали это направление? Ну, я до сих пор уверен, что для правильного и нужного функционирования предприятия Экономика важна Знать нужны все риски Денежные риски Также риски в технологической сфере Поэтому выбрал экономику Виктор, а ваша студенческая жизнь была насыщена? И были интересные истории? Студенческая жизнь была насыщена Я учился шесть дней в неделю С восьми утра до восьми вечера Знали меня абсолютно все преподаватели Абсолютно все деканаты Я там был как самый примерный студент И самый общительный Со всеми общался Да Студенческая жизнь на самом деле была насыщенная И не только учебой Мне вспоминается одна история Когда я участвовал в конкурсе на лучшего студента общежития Конкурс был приурочен к Дню космонавтики Ну, и я принял для себя решение сыграть первый полет Гагарина в космос Обмотал себя фольгой До этого закупил семь рулонов фольги Продавщица в магазине на меня очень удивленно смотрела Не понимала, зачем это мне нужно Но, в принципе, из меня получился неплохой Гагарин Все понравилось Очень эффектно Да Расскажите, пожалуйста, сейчас про ваше место работы и должность И давно трудитесь в этой компании, где сейчас работаете? Я на данный момент являюсь главным инженером Горгаза Это организация, которая занимается поставкой газа В жилые дома 13-го микрорайона и на промышленную зону Работаю с 2014 года Это, в принципе, приходил уже на работу подготовленная Так как основная моя была профессия Это теплогазоснабжение и вентиляция Работа мне нравится А вот довольны ли вы своей профессией? И почему выбрали именно это направление? Изначально хотели? Да, эта профессия, она, в принципе, востребована В любом городе есть и газовые службы, и коммунальные службы Поэтому именно встал выбор Потому что это можно найти работу в любом городе А что нравится больше всего в вашей работе? Что можете отметить? Мне нравится в моей работе, на самом деле, общение с людьми Общение с клиентами, общение с абонентами Мне нравится, когда я им помогаю в чем-то, советом каким-то Ну, либо просто помогаю перейти на экономичные виды топлива Потом, когда мы уже подключаем абонентов к газу Я смотрю на их довольные лица И это меня очень радует Еще после подключения нужно проинформировать, тоже общение Да, да Назовите три качества, которые помогают вам достигать успеха в вашей карьере Три качества, которые необходимы для человека в моей профессии Первое – коммуникабельность Второе я назвал качество клиента-ориентированность На моей должности нельзя быть закрытым от абонента И также нужно уметь хорошо донести информацию Ну, а третье качество, я думаю, то, что это дисциплинированность и стрессоустойчивость Даже четыре назову Четыре А что важнее – дисциплинированность или стрессоустойчивость? Ну, вы знаете, я бы поставил эти два качества на одну ступень Потому что они взаимосвязаны Если есть дисциплина, значит, будет стрессоустойчивость Интересно А теперь расскажите о качествах, которые стопорят и мешают двигаться дальше Не в принципе касаемо вашей работы, а может, в принципе, человека Опять же, дисциплина Если ее не придерживаться Если не придерживаться каких-то рамок, правил, которые прописаны То это может привести к негативным результатам А также, какое качество – это самообразование Если ты не самообразовываешься на своей работе То ты не будешь знать кое-каких норм, каких-то новых нововведений, правил И это тоже будет негативно складываться на работе предприятия А если не касаемо моей работы, можно же самообразованием заниматься дома? Я думаю и уверен, что одно из самых ненужных качеств в моей работе – это спешка Всегда говорили, поспешишь людей – насмешишь Поэтому нужно подходить конструктивно к своей работе И делать все от и до, не спеша и анализируя каждый свой шаг Виктор, а какие качества вы цените в людях? На самом деле, самое главное качество – это открытость человека Открытость к диалогу А если будет открытость, значит, будет и взаимопонимание И честность, и, в принципе, доброта А какие отталкивают? Отталкивают... Мне очень не нравится качество в людях, такое, как нарциссизм А, ну да Ну хотя самовлюбленность в 21 веке – это болезнь каждого второго человека Возможно, но это очень сильно раздражает А вы общительный? И легко находите общий язык? Не только с абонентами и коллегами на работе, но и, в принципе, в жизни Я общительный, я могу найти язык с любым абсолютно человеком Вот, в принципе, у меня со студенческой скамьи это все учила я Много преподавателей было, со всеми нужно было найти общий язык А как обычно проводите время с друзьями? И вообще много у вас друзей? Ну, друзей не так много, но они есть Мы общаемся с ними Некоторые уже живут не в городе, уехали на землю Вот, с теми, которые остались здесь, часто встречаемся Также разговариваем, обсуждаем какие-то назревшие темы А у вас есть хобби? Чем увлекаетесь? У меня есть хобби, но это можно назвать как спорт Я люблю заниматься дартсом Дартсом? Да Как интересно, почему именно дартс? Ну, у этого вида хобби, так скажем, тоже есть предыстория студенческая Когда я приходил после пар, уже вечером Дартс был всегда под рукой То есть, когда я уставал, делая какую-то работу на компьютере Я остановился и кидал дротики Сначала в стены кидал, а потом начал попадать в цель И мне понравилось А сейчас вот на какой уровень вы вышли? Ну, я хочу сказать то, что вышел на хороший любительский уровень Стос с точков выбиваю А на каких-нибудь соревнованиях участвуете? Мы не раз участвовали в спартакеаде предпринимателей Да Вот Ну, я увидел там тоже достойные спортсмены А как вообще относитесь к спорту? Я отношусь к спорту очень хорошо В свои школьные годы Я ходил на очень много секций То есть, вообще разносторонний спорт От футбола до скалазания, пинг-понга и шахмата И что же больше зацепило? Ну, я не могу, конечно, выделить такой вид спорта, который я больше зацепил Есть, конечно, приоритеты, что такие, как футбол Такие общемировые виды спорта Но потом, когда поступил уже в студенческие годы Уже не было времени, так скажем, уделять именно таким видам Которым нужно было куда-то ходить и чем-то заниматься долгое время Вот, поэтому я, так скажем, ярый фанат спортивных мероприятий Болельщик Ну, обычно все делятся на две категории Те, кто занимаются спортом, те, кто болеет А кто будет болеть с другой стороны? А, Виктор, у нас в программе есть традиционные вопросы Если бы у вас было три месяца свободного времени и никаких финансовых ограничений Что бы вы делали? Вы знаете, я бы, мне кажется Потратил бы три этих месяца на разъезд по всему миру И помощь всем нуждающимся Потому что, если бы у меня было не ограниченное их количество То я бы со всеми поделился Очень многородно А если бы вы могли поужинать вместе с любым актером или актрисой Или другим известным человеком Кто бы это мог быть и почему? У меня в российском кинематографе один кумир Это Федор Добронравов Почему? Ну, потому что это очень харизматичный Мужчина, персонаж В принципе, он излучает своей добротой И одновременно серьезностью И мягкостью И одновременно твердостью Я бы попил бы с ним чай Причем где-нибудь был на территории, где снимались сваты Также я бы, наверное, хотел поужинать с таким актером, как Руслан Сасин Знакомый по фильму «Солдаты» Рядовой Слав Сейчас он снимается в «Следе» Много людей говорят, что я на него похож И мне кажется, если бы мы вместе ужинали или пили чай То люди бы думали, что мы близнецы Если бы вы могли проживать один и тот же день снова и снова Что бы вы предпочли сделать в этот день? Вы знаете, у нас такая жизнь, что мы проживаем один день Снова и снова Работа, дом, работа Вот В принципе, я бы ничего не менял И занимался бы своим любимым делом Если бы вы могли сказать себе самому что-то в молодости Что-то одно, что бы это могло быть? Я бы, мне кажется, сказал Витя, доверяй меньше людям и проверяй их Мудро А если бы вы могли преподавать в колледже любой курс? Какой предмет вы бы выбрали? Мне нравится такой предмет, как общество знания Почему общество знания? Если, кстати, его выделять из школьных курсов Ну, потому что это ближе всего к нашей насущной жизни А вот вы себя представляете в роли учителя? Как думаете, получилось бы? Я думаю, получилось бы Мы как раз-таки недавно вели со школы грамотного предпринимателя Урок в седьмой школе Вот, где я рассказывал детям о безопасном использовании газа в быту И детям понравилось Все меня поняли И мне тоже понравилось Ну, главное, получать удовольствие Предположим, что кто-то написал о вас книгу Как вы думаете, как она будет называться? Виктор П Очень интересно А кем вы восхищаетесь больше всего и почему? Любой человек Ну, в первую очередь, я восхищаюсь своими родителями Они меня поддерживают Каждый день обо мне думают Я даже, наверное, столько о себе не думаю, как они Да, родители – это все А кто ваш любимый исторический деятель? Есть такой? Я бы нескольких исторических деятелей назвал бы главными Но, будучи в командировке в Санкт-Петербурге Мне очень понравился этот город Он меня вдохновил И я понял, что это Петр Первый Потому что он, ну, на самом деле Отстроил такой город Который по сей день завораживает и притягивает миллионы людей Это да Что такое свобода? А свобода – это вот она Мы все свободны Мы живем, ходим, общаемся Свобода выбора Мы можем выбрать любые продукты в магазине Я думаю, это и есть самое, что и на есть настоящая свобода Отлично Теперь переходим к лиц опросу Ваша задача – отвечать нераздуманно и по возможности быстро Губкинский город мечты или город спортивный? Как я уже сказал, чем я занимался в школьные годы Я думаю, это Губкинский город спортивный А какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали? Семь раз отмерь, один раз отрежь На самом деле я считаю, что хоть эта мудрость и звучит просто Она себе носит колоссальный смысл Нужно семь раз подумать, прежде чем что-то сделать И это по сей день мысль мне помогает И в работе, и в жизни То есть вы не за спонтанные решения? Ну, конечно, в кое-каких моментах Интересно сделать что-то спонтанно Но я за минимизацию данных рисков А если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире Что бы вы изменили? Я бы в первую очередь обратил бы внимание на экологию Потому что экология сейчас стоит на нашей планете Острым вопросом, который необходимо решать Загрязнение природы, это на самом деле действует на все человечество И на все живое на Земле Что можно делать изо дня в день, и это не надоест? Работать, жить, любить Представьте, что сейчас у вас есть возможность получить любую способность Какую бы выбрали и почему? Я бы выбрал способность исцелять людей Исцелять? Да Спасибо большое за беседу А наша программа подходит к концу В завершении выпуска о подарке Который подготовил для наших телезрителей Виктор Расскажите, пожалуйста, сначала про задание, а потом про подарок Я хочу задать нашим зрителям такое задание Вот если Газпром мечты сбываются Хочу, чтобы они помогли придумать слоган для нашей организации Горгаз 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 Отлично, очень интересное задание А расскажите про подарок Ну, того, кто выиграет, ждет приятный приз с нашей атрибутикой Спасибо большое, Виктор, за диалог А правила розыгрыша очень простые Наш выпуск появится на страничке телерадиокомпании Вектор в социальной сети ВКонтакте Свои идеи пишите в комментариях под записью То зритель, чей комментарий наберет больше всего лайков и выиграл А у нас на этом все Увидимся на телеканале Вектор Субтитры сделал DimaTorzok